С Верой в спорт Добрый день, Владислав. Почему вы так собрались вместе, с какой целью, Владислав? Проект «Мы спортивно» организовывает и обеспечивает волонтерское сопрождение спортивных мероприятий, пробнивых на территории Кировской области, областного, межрегионального, федерального, международного уровней. Мы помогаем мероприятиям, как вы сказали, верно сделать ярче, красивее. В этом наша мотивация. Откуда берутся ребята-волонтеры? Мы являемся незакрытой организацией. Мы объявляем набор в специализированных сайтах Добровольской России, в социальных сетях. Люди подают заявки, откликаются на наше предложение стать спортивным волонтером и присоединяются к нашему проекту. В прошлой программе мы еще рассказали о специальной системе мотивации, которая работает для всех волонтеров проекта. Давайте красненько тезис напомним о том, что же получает волонтер за то, что он вот так вот и в жару, и в холод, и в снег, и в зной помогает проводить спортивные мероприятия. Так как мы объединение граждан, у нас нет такой материальной мотивации. Наша мотивация направлена больше на нематериальный характер. Сюда мы включаем систему рейтинга, это бейдж, продвижение по уровню. Продвижение по уровню у нас дает определенное преимущество, это участие в спортивных мероприятиях, тренировках, культурных вечерах. То есть неформально вся движуха. Мы не ограничиваемся волонтерским сооружением мероприятий, мы также делаем мероприятия вне данных соревнований. Об этом мы еще попозже расскажем в определенном блоке. С этим понятно. Итак, переходим к новым для нас тем, он еще пока не изведанным мной. Это мероприятия, конкретные мероприятия, на которых засветилась, мягко говоря, команда «Мой спортив», которые помогали организовывать. Знаю, что их было очень много. Взбегая вперед, скажу, что команда существует уже год. Да, вот недавно, годовщину свою, с момента своего создания ребят отпраздновали. Виктория, какие мероприятия вам приходят на память, какие вы считаете наиболее важными и символичными для Кировской области? Я считаю, что главным таким крупным мероприятием для Кировской области был «Кросснации». Это как раз мое первое мероприятие, оно мне на это не запомнилось. И это такой большой старт всего проекта нашего. Это было, получается, в прошлом году? Да, в прошлом году, в сентябре, где-то в середине сентября. Также я бы отметила мероприятие такое, как… Подождите, прошу прощения, прерву вас. Да, про «Кросснации». Насколько я помню, «Кросснации» проводятся ежегодно. Да, в прошлом году, в 2018-м, «Спортсейм» впервые принимала участие в «Кросснации». Что вам удалось привнести в мероприятие такого, чего вот раньше не было? Насколько улучшилось качество проведения «Кросснации»? Вообще была впервые такая, наверное, система по Кировской области. Около 7-9 районов было задействовано в этом мероприятии. То есть волонтерское сопровождение оказывалось как раз во многих районах Кировской области. То есть основной был Киров, и также волонтеры-кураторы ездили в районы. То есть вот я была, например, из своего Санчевского района, я ездила туда. На родину. Да, конечно. И там мы вот с организаторами волонтеров уже местных, и куратор с Кирова от проекта вместе взаимодействовали и проводили как раз-таки волонтерское сопровождение мероприятия. Это вот основное то, что как бы первое масштабное такое волонтерское сопровождение по Кировской области именно «Кросснации». То есть именно это позволило спорту, в частности бегу, легкой атлетике, проникнуть далеко за пределы Кирова, в глубинке. И там сейчас будет активно и активно развиваться. И я думаю, что в этом году еще больше, наверное, районов будет, да? Ну, поэтому пока секрета, как решит Министерство спорта. Так, «Кросснации», отлично. С этого стартовал как раз мой спортсим. Какие еще мероприятия вы назовете нам? Наверное, это кубок губернатора по боксу, правильно называлось? Правильно. Да, то есть это было тоже такое масштабное мероприятие для Кирова. Приезжали боксеры со всех областей России. И приезжали звезды крупные. По верхней, если не боюсь, приезжал. Да, боксер. И, ой, я не знаю точно, как зовут. Ну, один из главных героев сериала «Вез рук». Как, напомните, Везут? Я тоже не смотрела, не знаю. Ну вот, в общем, наверное, многим волонтерам это запомнилось. Вот именно то, что это были звезды. То есть это тоже какая-то мотивация для них в каком-то определенном направлении. Также это было действительно крупное мероприятие, красивое, свое шоу, большой бокс, так скажем. То есть это было зрелищно. Это очень зрелищно, да, вы правы. Очень-очень. Насколько я помню, в марте, и мы хотели об этом поговорить в предыдущей программе, но, к сожалению, не успели из-за граничного времени, из-за хронометража программы, события мирового масштаба, которые проходили здесь, в Кировской области, это чемпионат по льдолазму, насколько я помню, по альпинизму. Ну, я такого участия там не принимала, потому что были свои дела. Я думаю, об этом скажет Владислав. Давайте я расскажу. На это мероприятие были привлечены не только наши волонтеры, но еще волонтеры других организаций. Что стоит отметить, что это некий симбиоз, который позволил провести мероприятие максимально эффективно. Мы привлекали волонтеров на церемонию открытия, а также привлекали на церемонию закрытия, танцевали флешмоб для них, это было памятно, они репетировали. Волонтеры танцевали флешмоб? Да. Классно. А как репетировали это все? Кто занимался с ребятами? Сами? Были кураторы, которые отвечали за это направление. Психиографию ставили, да? Да. Ну, флешмоб, как вы понимаете, он не является сложным по технике танца. Классовый, зрелищный, заряжающий данной победы. Поэтому они подготовились там за 3-4 дня и провели все классно, всем понравилось. Главное, что волонтеры получают удовольствие, спортсменные получают удовольствие, и зритель, который пришел на соревнования, тоже получил максимальное удовольствие. А еще мы получили удовольствие, потому что у нас все хорошо сложилось на данном мероприятии. А что значит «хорошо сложились» тогда, Евгения, расскажите? Ну, я к тому, что... Какое критерие успеха и оценки эффективности работы команды? Ну, как сказать? Всегда бывает по-разному. Мы же все студенты, и очень сложно выделить свободное время, потому что нам хочется делать для проекта, хочется очень много делать, а времени очень мало, к сожалению. Поэтому мы стараемся, конечно, развивать его. И вот когда у нас какое-то мероприятие, мы стараемся делать все по максимуму. И вот если все проходит так, как сейчас перечислил Владислав, то мы очень радуемся, что у нас действительно все получилось, все довольны, и все получили массу впечатлений. Вот об этом хотелось сказать. Давайте тогда по пунктам. Что именно делала команда «Мы спортсим» на мировом чемпионате? Смотрите, мы были задействованы в течение двух дней. Первый у нас, 8 марта, Международный женский день, мы проведили церемонию открытия. Что они проводили? Помогали в проведении церемонии открытия. Конкретно. Волонтеры вносили таблички, стоялись, улыбались. У них появился шанс пообщаться с иностранными участниками. Вот, да. То есть здесь уже коммуникация пошла. И практиковаться в языковых познаниях, по-английски, с кем-то можно поговорить, на других языках кто-то что-то знает. По-моему, это очень здорово. Допустим, когда я смотрела, еще будучи ребенком, соревнования по ледолазанию, там, где-нибудь декошинников, железнодорожников, прошу прощения, это было очень круто. Да, у меня старшая моя подруга, она учила французский язык. Приезжали французы, и они с ними там прекрасно так болтали. Это очень классно. Вот, поэтому, мне кажется, это очень важный фактор, который стоит указать. Вот, а таблички, что это за таблички такие были? С названием стран. То есть волонтеры стояли, у них были таблички стран. То есть именно по волонтерам ориентировались спортсмены-международники, которые приезжали сюда, в Кировскую область, или именно волонтеры являлись такими маячками, за которыми иностранцы следовали здесь, в Кирове, на самом мероприятии. Да, и было приятно с стороны смотреть, что спортсмены взрослые, там, мужчины, в большинстве своем, следуют за волонтерами. У них не было другого выбора. Понятно. Что еще делала команда? 10 марта мы уже помогали в церемонии закрытия. Как раз я хочу отметить, что у нас был поставлен массовый флешмоб с участием не только наших волонтеров, но и волонтеров других проектов. То есть все волонтеры, которые были на мероприятии, все собрались вместе, да и так порадовали и себя, и всех собравшихся. Ну, все, кто хотел, они порадовали. Также в течение двух дней у нас всегда существует информационное сопровождение каждого мероприятия. Наши медиаволонтеры, фотографы, видеографы, они... Работают, не покладая рук. Как раз Евгения, да, ваша отчизна. Да, тематика Евгении. Да, у нас сейчас такая система практикуется, что посты по мероприятиям, вот это вот онлайн-сопровождение и итоговый какой-то пост-ределиз у нас пишут кураторы как раз. И я считаю, что это хорошо. Кураторы такие, как вот Виктория, да? Да, это хорошо, потому что, когда человек пишет какой-то текст, он все равно как-то развивается вот в плане своей речи, коммуникации. И как бы... Это позволяет проанализировать даже свое мероприятие, как оно прошло, насколько эффективно оно прошло. Да, посидеть, подумать над тем, как бы, что было плохо, оценить себя. И это как бы одна из составляющих, потому что мы нацелены на то, чтобы вся наша команда была универсальными специалистами во всех вопросах, в том числе и в вопросах как раз информационного обеспечения проекта. Мы уже на прошлом эфире говорили, рассказывали довольно подробно, как работает пресс-служба команды. Насколько я понимаю, вот, Евгения, вы являетесь головным отделением, да, вот этого всего подразделения пресс-службы. Кто еще? Фотограф у вас есть? Оператор у вас есть? Да, кто еще? Все. Ну, как бы, вот у нас корреспондент. Корреспондент, да, есть. Я к тому, что, я повторюсь, мы нацелены на то, чтобы мы все были универсальны, поэтому, в принципе, когда я не могу вообще никак отлучиться от своей учебы, любой человек из команды может выполнять мои какие-то функции в плане написания постов. Я не говорю, конечно, там, о дизайне, о шаблонах, которые вот, ну, обычно я только готовлю. У каждого свой стиль. Да, так что вот так как-то работаем. Вы принимали участие в работе в чемпионате мира по лидерам? Нет, только как онлайн. То есть я смотрела, редактировала посты, которые вот как раз писали, выкладывали в группу по чемпионату. Да, расскажите, насколько важно было для вас и для «Мы спортсм» участие и сопровождение данного мероприятия, очень крупного мероприятия, со стороны, как наблюдатель, да? Вы были, с одной стороны, со стороны, с другой стороны, вы были погружены в контент, насколько я понимаю. Ну, мы сейчас стараемся делать ролики по каждому мероприятию. Я посмотрела ролик, и вот я, да, действительно могу сказать, что всем все очень понравилось, и это действительно стоит того, чтобы там поучаствовать. Поэтому это важно, участвовать в таких мероприятиях. Едем дальше. Чемпионат мира по лидолазанию мы осветили. Какие еще мероприятия? Да, Виктория, возвращаемся к вам. Вы нас главный обозреватель будете сегодня. Какие еще мероприятия стоит указать? Насколько я понимаю, вы сейчас довольно плотно сотрудничаете с Федерацией велоспорта Киевской области. Да, именно с Велосфедерацией. У нас было одно из последних мероприятий. Это гонка для всех. Данная гонка была, в общем-то, ну, само название говорит за себя, для всех, то есть хоть спортсмен, хоть простой любитель мог поучаствовать. Были дети, были подростки, то есть девушки, там возраст и половой признак не важен. Вот. Именно с волонтерской нашей стороны мы оказывали как раз сопровождение волонтерское. Мы набрали команду по нашему посту ВКонтакте, то есть сделали отбор. И сколько ребят потребовалось для ведения такого мероприятия? Ну, нам хватило 15 людей, в принципе. Вот. И мы собрались, поехали на автобусе рейсовом до Порошины. Там нас встретил организатор Григорий. Григорий Доргих, глава Федерации велоспорта. Вот. И, в общем-то, рассказал все наши основные функции. Мы знали их и до этого, но сейчас, вот в тот момент, он уже точно раскоординировал нас. То есть мы стояли по трассе, стояли гидами и на пункте питания и регистрации. А также мы все были связаны рацией между собой, то есть как организаторы мероприятия могли нам что-то сказать, так и мы со своей стороны могли какие-то замечания там сделать или когда что-то пошло не по плану. Например? Например, мы стояли вот как раз на зонах круга, пересечения круга на 5 километров и 3, и там был, в общем-то, выходной день, и люди приходили, как бы, ну, просто прокатиться на велосипедах или прогуляться. И была сложность в том, что... Да, да, не проходит. Знали, что проходит, не знали, что проходит мероприятие. И, в общем-то, вот это была сложность, что грамотно сказать, что нужно подождать, нужно, как бы, прийти в другой день или как-то вот... Это очень сложная работа на самом деле. Вот эти сложности, конечно, но мы справились с этим, я думаю, что достаточно на хорошем уровне. Как люди реагировали? Ну, по-разному, конечно, реагировали, да, люди все разные, но в основном, как бы, да, да, хорошо, мы как бы... Понимающие, да, относились. Да, конечно. Ну, были такие, что мы хотим идти, но вот все-таки удалось отговорить идти, потому что все-таки велосипеды все-таки могут забить. Это опасно, конечно. Да, да, как и для спортсменов, так и для них самих, и, в общем-то, все прошло на достаточно высоком уровне, я считаю. Какое у вас самое яркое воспоминание о гонке для всех? Ой, я впервые говорила по рации, если честно, и у меня вот это вот как-то... Классные ощущения. Да, серьезно, это вот как бы ты чувствуешь свою... Причем ты один в канале, больше никто не может слова сказать, как ты говоришь. То есть такая вот какая-то, как будто какой-то спецназ, не знаю, там... То есть есть такая важность, значимость того, что... Чувство того, что вы нужны на этом мероприятии, и без вас, возможно, что-то было не так. В плане именно движения велосипедистов. Все-таки велосипедисты движутся гораздо быстрее, чем бегуны, и уж точно быстрее, чем ледолазы. Насколько легко было вам контролировать данный процесс вообще, фиксировать их передвижение? Ну, наша задача была, в общем-то, не фиксировать их движения, а не фиксировать движения как раз-таки людей, которые идут... Ограждая безопасность. Да, 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 идут смотреть на это мероприятие. Ну, как сказать, еще... В общем-то, если со стороны зрителя смотреть, да, то это очень зрелищно. Ну, то есть, так... Детей мы, конечно, не видели, они не ехали большой круг, они ехали маленький круг, все-таки это дети. Подростков видели, как они там шустро друга обгоняют. Без травм обошлось? Обошлось, без травм. У нас с нами были медики, их как раз... Это же волонтеры, волонтеры. Волонтеры медики, да, они с нами сотрудничают вообще, на каждом мероприятии почти есть. Вот, и то есть, обошлось без травм, и, в общем, все, прошло измерительно. Ну, это было не единственное мероприятие, которое вы проводили совместно с Федерацией велоспорта. Да, было еще несколько, насколько я знаю, одно из них... Велопарад. ...очень масштабное, да, да, как раз ввиду к этому велопарад 2019 года, велопарад Тиньков, который проводился у нас в конце мая. Как организована была работа там, потому что здесь ситуация совершенно иная. Точка сбора у глобуса была, финишная точка была на театральной площади. Как и была организована команда волонтеров в этом случае? Владислав, расскажите. Давайте я расскажу. Как раз я был куратором одной из зон. Вы верно сказали, что у нас было три зоны ответственности, и поэтому мы назначили трех кураторов, которые отвечали за свою зону. Первая зона у нас была в Воровского столице 5, как раз площадь около торгового центра «Глобус», где проходила регистрация и старт самих соревнований. То есть вы участвовали в регистрации? Да. Проводили регистрацию. Поясню для тех, кто не участвовал в велопараде. Регистрация была непринудительная, была добровольная. То есть каждый участник мог подойти, получить номерочек красивый, с символикой велопарада, прикрепить его на свой велосипед. И потом в конце мероприятия по этим номерочкам был розыгрыш очень хорошего приза. Да. Помимо волонтеров регистрации на данной зоне у нас были волонтеры-гиды, которые могли помочь, подсказать, так как возраст участника был от 12 до без ограничений, если неизвестно по положению. Также у нас волонтеры-медики привлекаются на каждое массовое мероприятие, так как бывает разная погода, бывают разные, как вам сказать, ситуации. И поэтому иногда их помощь необходима. Слава Богу, то, что их помощь, в принципе, не пригодилась. Да, там еще прошло довольно-таки мирно. Это первый пункт, который вы указали, это регистрация. Второй? Вторая зона ответственности. У нас были волонтеры-велосопровождение, которые ездили вместе с участниками соревнований. То есть в колонии прямо двигались? В колонии в начале и в конце. Мы туда подключили волонтеров-медиков, которые могли также помочь при падении, при столкновении. Оперативно оказать помощь, да, при движении. Да, волонтеры-ассистенты были, которые ездили в конце колонны, и, к сожалению, не все рассчитывают силы и берут с собой маленьких детей, которым не справляются с нагрузкой, так как трасса, она извилистая, резкие подъемы, резкие спуски. И наши волонтеры помогали отводить на тротуары, и они уже могли спокойно, без опасности для жизни самих и других, проехать. Да, это связано еще с ограничением по времени, потому что на определенное время только прикрывалась главная улица города, это улица Воровского и Карла Маркса. Необходимо было снимать, на самом деле, ограничения, чтобы транспорт мог беспрепятственно проезжать. Поэтому, да, всех просили, на самом деле, кто не укладывается в этот временной промежуток, перейти на тротуар, и по тротуарам уже продолжат движение на театральной площади, конечно же, всех уже ждали. И третья зона у нас была театральная площадь, где у нас также волонтеры помогали в проведении различных площадок. Там было несколько площадок, да, я расскажу, спортивная, велосипедная, были конкурсы, очень классные. Да, конкурсы, соревнования небольшие. Оцените, пожалуйста, работу команды на велопаразе, насколько это было успешно, насколько это было интересно для вас работать в таких условиях. Мне очень понравилось, как куратор волонтеров данное мероприятие, потому что это было, по сути, такое очень тесное сотрудничество с Велофедерацией. Нам Велофедерация предоставила велосипеды на два дня, бесплатно, под нашу ответственность. Мы покатались с волонтерами в субботу, получив велосипеды. Прочувствовали, что такое быть велосипедистом. И обучили правилам дорожного движения, правилам владения, то есть такое неформальное времяпровождение у нас было. Мы приехали утром, сопроводили, и после этого у нас также имелась возможность покататься на велосипедах, а в городе так и на специальных трассах. Это очень здорово, потому что все волонтеры у нас есть, анкеты обратной связи, и отмечали, что им понравилась эта неформальная составляющая. Я не могу говорить за других кураторов, потому что я не был на данных площадках, но в принципе мы получили положительные отзывы от волонтеров, от кураторов. Есть свои недостатки, то есть не бывают полностью идеальных мероприятий. Как сказал Евгения, мы стремимся, чтобы мероприятие было максимально качественным, и поэтому необходимо учитывать даже маленькие ошибки, чтобы их не допускать. Совершенно верно. Ну, я предлагаю пока на этом и наш календарь, обзор минувших событий завершить, перейти к следующим вопросам, потому что времени у нас мало. Вот что важно. Вы рассказали о том, что взаимозаменяемость, что любой из волонтеров может прийти и заменить, к примеру, Евгению, да, и заниматься публикацией постов. Ну, практически любой, наверное, да. Команда в основном. И волонтеры, которые имеют большой опыт, то да, в принципе, они тоже способны на такое, потому что у нас есть медиагруппа как раз, и там, в принципе, любой может подменить меня. Это в качестве примера. То есть работа пресс-службы, работа кураторов. Опыт, понятно, это бесценно, конечно, то есть опыт, который вы приобретаете на мероприятиях. Но дополнительные какие-то навыки, дополнительную информацию, откуда получает команда, да, откуда вы это все берете? Откуда мы берем? Да. Мы посещаем образовательные тренинги, образовательные форумы. У нас каждый из членов команды уже побывал на каком-то крупном форуме. Что это за форумы такие, расскажите. Я был на территории Смыслов. Евгения была недавно на Тавриде. Повезло. Время первых в Нижнем Новгороде было. Также мы посещаем областные образовательные форумы, то есть мы там черпаем информацию, плюс мы обучаемся на специалистов по делам молодежи. Мы там тоже получаем информацию по профильным направлениям нашей деятельности. Ну вот три мероприятия вы назвали, да, давайте сейчас каждое буквально по два слова. Что вы с этого мероприятия для своей деятельности волонтерской, для своей общественной деятельности вынесли? Да, Евгения, давайте с вас с Тавриды начнем. Ну, у меня от этого форума противоречивое впечатление, потому что там все-таки идет стройка. И самое большое то, что я для себя подчеркнула, это такую форму взаимодействия людей, как медиахакатон. Слышали ли вы? Нет, что-то расскажите. Сейчас очень распространенная форма взаимодействия — это хакатоны. То есть это мероприятие, которое объединяет людей на команды, и они работают над какой-то общей задачей. Так вот у нас был медиахакатон, и нам нужно было составить медиасопровождение вот как раз арк-кластера Тавриды. Мы выбирали профиль, либо это был фестиваль, который состоится вот как раз в августе, либо это какая-то смена, которая будет еще только, и работали над контент-планом, над пиар-сопровождением. И вот мне кажется, эта форма очень эффективна, потому что в краткие сроки люди объединяются, и прям у них такой сильный мозговой штурм, они работают еще в таких условиях, и прям рождаются очень классные идеи. И действительно, наработки прям колоссальные. То есть это же можно все объединить, весь этот опыт, выстроить действительно хорошее, что-то стоящее для форма. И также вот те идеи, которые там были, там как бы и спикеры тоже приезжали. Я не скажу, что в образовательной части я поставлю там 10 из 10, но тем не менее что-то, да, я для себя подчеркнула и постараюсь использовать это в своей работе и в работе вот с проектом как раз. Компрометирующий вопрос. Мы спортсим, как-то повлиял на то, что вы едете на Тавриду? Конечно. Да, отлично. Это я хотела услышать. Так, Владислав, ваше мероприятие, на котором вы были? Территория смыслов. Территория смыслов. В 2018 году, надеюсь, что в этом году будет, но посмотрим, у меня магистратура. Поэтому, что я хочу сказать, это классный образовательный форум, он именно в том году перестал быть грантовым, и здесь образовательная начинка, она вводится на совершенно другой уровень. Были разные формы взаимодействия, были диалоги на равных, когда приезжали спикеры, были образовательные площадки, точки смыслов. Мне понравилось то, что мы развивали soft skills, то есть гибкие навыки по всех направлениях. Также были профильные знания, мнения ведущих экспертов своих деятельностей о данном направлении. Что конкретно вы свою работу привнесли после этого? Дело в том, что мы только начинали свою деятельность, проведя три мероприятия. Мы ушли так в отпуск на лето и как раз получали знания. Такой вопрос, конечно, задали. Давайте я пока подумаю. Да, пока у нас Виктория расскажет про время первых. Да. Ну, как я уже сказала, время первых проходило в Нижнем Новгороде, и я ездила от команды нашей на спортивной одна. Со мной ездила Веретенникова Анастасия, но ее с нами сейчас нет, в этой студии. В общем, что мне больше всего там запомнилось, это то, что было организовано пять образовательных площадок, и каждая была по своему направлению, то есть спорт, волонтерство, психология и там различные другие. Именно я посещала командное образование, то есть как раз то, что мне нужно как роль куратора именно в нашем проекте. И вот умение правильно организовать, умение правильно выбрать тех людей, которые могут идти за тобой, это очень важно, я считаю. И вот именно это я получила на том форуме. Ну, что еще сказать? В общем-то, наверное, вот это самое главное было. Это очень здорово, это очень важно, да, потому что команда, сплоченная команда, надежная, в любом деле, это, ну, как минимум половина успеха. Очень мало времени у нас остается. Давайте перейдем к следующему вопросу, который я очень хотела обсудить. В прошлом эфире, опять-таки, тоже опирались на этот факт. Мы так вскользь упомянули о том, что волонтерство – это настолько широкое, всеобъемлющее понятие, что не только в Кирове можно быть волонтером, да, но и можно представлять Кировскую область далеко за пределами самой Кировской области. Да, и насколько я знаю, что в вашей команде, мы спортсмей, есть ребята, которые чуть ли не даже не на чемпионате мира по футболу работали. Правда? Да. Владислав, да расскажите, что это, что за ребята, как они туда попали? Я не знаю, как они попали, потому что я вам, Вера, говорил, что они ездили не от нашего проекта. Это не от мы спортсмей, да, да, да. Они ездили по собственному желанию, мне кажется, процедура открытая, был отбор, был набор обучения, они провели успешно каждый из этапов, и поэтому попали на данное мероприятие. То есть ребята, которые поработали на крупнейшем, да, ну, признанном уже чемпионате мира по футболу, это крупнейшее мероприятие со времен, наверное, даже Олимпиады-80, да, в стране в нашей, огромное количество иностранцев приехало в Россию, да, и вот такой опыт получить, теперь привнести его в Киров, да, а сколько примерно ребят ездило? Я знаю троих людей, которые у нас были же, да, в нашем проекте. Три человека, да, для команды «Мы спортсмей» довольно-таки ощутимый процент участников, то есть теперь они придают свою энергию, свои знания, свои стремления, да, вот более молодым ребятам, которые только приходят в проект, это очень-очень важно. Между тем, как я упомянула в начале программы, год исполнился недавно проекту «Мы спортсмей». Давайте о достижениях поговорим, да, чего, ребята, вы добились за эти годы, насколько вы выросли над самими собой, все ли получилось так, как вы хотели? Владислав, расскажите. Я думаю, получилось даже больше, чем мы хотели, потому что изначально было немножко другое представление. Мы не думали, что мы так будем развиваться, но потом в течение времени мы поняли, что мы хотим развиваться. У каждого проекта есть количественные и качественные показатели. Я хочу остановиться на количественных показателях. Давайте, конечно. Ровно 50 мероприятий у нас было организовано и проведено, волонтерское сопровождение. За год 50. За год 50. Круто. Мы привлекли 517 волонтеров к проведению данных мероприятий. То есть в вашей команде 517 человек сейчас? Круто. Мы представили 1633 заявки волонтерских и получили 3133 заявки о желании быть волонтером проекта. Владислав говорит, что цифры на память. Да, потому что я сегодня защищал ВКР. А, поздравляем. Успешно? Отлично. Поздравляем. Да, ну то есть успехи на самом деле большие. Еще что-то хотели сказать? Есть качественные изменения, то есть мы развиваем каждый из этапов подготовки волонтеров, обучение, набор, отбор, совершенствуем. Мне кажется, каждый из команды проекта вносит нечто свое, инновационное, и поэтому наш проект из этого развивается. Да, но учитывая жизненный опыт и спортивный опыт, и опыт проведения мероприятий, и всевозможные обучения, тренинги, на которых ребята присутствовали, конечно, это логично. Евгения, вы улыбались, хотели что-то сказать. Иногда я говорила об итогах, так еще не будто у вас свой взгляд есть на это. Вот Влад сказал о том, что каждый превозносит что-то в наш проект, но я думаю, что тут все-таки такая обратная связь от нас тоже идет, что мы тоже много даем тем людям, которые к нам приходят, потому что мы стараемся на мероприятиях максимально с ними, как это сказать, идти на контакт. Вы имеете в виду участников мероприятий, да, то есть спортсменов или волонтеров? И участников мероприятий тоже, это немаловажно, как бы с ними очень хорошо разговаривать. И также волонтеров, то что если мы находимся на посту куратора, то мы обязательно должны заботиться о волонтерах. Ни в коем случае не бросать их и обязательно взаимодействовать с организаторами, если что-то пошло не так. Да, ну, благие цели. Я очень хочу от себя пожелать команде «Мы спортсмен» развития, да, роста, чтобы у вас на следующий год уже там тысячи человек было в закромах, да, самых ярких, самых классных мероприятий, успешного их проведения, качественного их проведения. Да, ну и чтобы все у вас складывалось именно так, как вы хотите, а может быть даже еще лучше. Да, спасибо большое, ребят. Мы сегодня говорили о проекте «Мы спортсмен». Это уже был второй эфир, в котором мы освещали деятельность проекта. В студии у меня был Владислав Корюгин, руководитель проекта. Виктория Казакова, корреспондент, специалист по СММ и куратор мероприятий. Евгения Куликова, руководитель пресс-службы проекта «Мы спортсмен». Ребят, спасибо вам большое, успехов. Спасибо вам большое. С верой в спорт. Спасибо вам большое.